В его руках человеческие жизни. Он убежден, что сердце, которое приходится заставлять вновь биться, умеет любить и страдать. Призвание, характер, семья и песня для зрителей Ирбиса. Прямо сейчас в студии и я, врач-реаниматолог, анестезиолог Павлодарского областного кардиологического центра Владимир Крокус. Владимир Сергеевич, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, зрители уже узнали, небольшой материал мы дали. Важную очень работу, миссию вы выполняете и выбрали профессию врач-реаниматолог, анестезиолог, правильно я произношу, ничего не спутал. И вам вот 35 лет, не знаю, как вы считаете, много это немного. Я считаю и немного, но вот настолько ответственный фронт это приводить, возвращать людей в прямом смысле слова к жизни, возвращать. Почему вдруг такой выбор? Вот я даже фактурно на вас смотрю, да, ведь мог бы там, я не знаю, спортсменом стать. Мечта? Ну, наверное, не просто мечта. И достижения в спорте тоже имелись, когда я учился уже в институте. Я всё-таки считаю, что проведение реанимации, возвращение людей с того света должен делать крепкий мужчина. Почему? Потому что не так-то просто надавить на грудную клетку, нажать для того, чтобы всё это сократилось между грудиной и позвоночником. То есть нужно приложить достаточно серьёзные усилия к этому. Поэтому я к этому шёл достаточно долго, и я считаю, что сделал правильный выбор. Пользую реанимацию. Пользую реанимацию, а вообще с медициной себя связать у вас? Я точно знаю, только папа, по-моему, не связан с врачебной деятельностью никак. Бабушка у вас медицинская сестра, мама... Мама врач-фатезиатор. Фатезиатор. И дядя там у вас тоже, да? Дядя врач-хирург. Ну, потомственный, я бы всё равно сказал бы, пусть папа ваш не обижается, привет ему огромный. Вот. Всё-таки подтолкнули к выбору? Ну, я думаю, что да, напутственные слова были, скорее всего, и от бабушки, и от мамы, и дяди. Смотря на них, смотря их работу, смотря, как они проводят своё время на работе. То есть я неоднократно присутствовал в больницах и у мамы, и у дяди, и у бабушки. Ну, с детства мне это, в принципе, очень нравилось. Нравилось? То есть не возник вопрос при выборе профессии, как бывает. Навряд ли вы мечтали быть космонавтом, да? Ну, я думаю, что я к этому решению пришёл уже с класса, наверное, седьмого-восьмого. Планомерно? Да. Абсолютно. Ну и вот, понятное дело, да, обучение, интерно, то есть всё это вы видели. Или помните ли тот первый день, когда вы уже готовый специалист, и вот первый пациент, какие-то чувства определённые есть? Ведь, знаете, второй, третий, пятый, десятый, вот меня даже спроси, я не помню, какой материал я подготовил позавчера, к примеру. А первый помню у вас. Конечно, безусловно. Первый пациент всегда помнишь. И помнишь всегда запоминающиеся случаи, которые были тяжёлые. Когда пришёл на работу, один из первых пациентов моих был пациент с очень тяжёлым диагнозом – расслоение аорты. В то время ещё в Павлодарской области такие операции делались с трудом, редко, но, к сожалению, не всегда. Вот. И первый пациент я транспортировал самолётом из Павлодара в Астану. То есть, слава богу, что транспортировка прошла успешно, пациента прооперировали в Астане, и пациент до сих пор жив и благодарен врачам. Ну да, и привет ему, дай бог здоровья. А вот, скажите, вы сопровождали, да, я правильно вспомнил вас? Да, у нас реанимационное сопровождение полное, то есть санавиация, санитарная авиация. Как бы во время транспортировки нужно следить за всеми жизненно важными функциями организма, для того, чтобы ничего не произошло трагически. Ну а тем более, что в воздухе, да, там перепады и прочее. Вот реаниматолог, анестезиолог, это что-то по совмещению или так вот ёмко звучит ваша профессия? Реанимация, я понимаю в прямом смысле слова. Реанимация, этот человек, к примеру, практически умер, его нужно привести в чувство. Анестезиолог, это рассчитать, дать дозу наркоза, правильно? Да, совершенно верно, но у нас в Казахстане это словосочетание, оно неделимо. То есть врач-анестезиолог-реаниматолог, который выполняет не только функцию того, что он даёт анестезию пациенту во время операции, но и также выполняет функцию, как врача-реаниматолога для того, чтобы спасти человека в определённой сложной ситуации. То есть когда произошла остановка сердца, когда человек находится в бессознательном состоянии, когда человек не дышит, и в первую очередь эту функцию выполняет, конечно, врач-реаниматолог. Необходимо, что, ну вы уже говорили, не так просто, да, надавить на грудную клетку. Первые манипуляции, это, конечно, вот голыми руками, да, я правильно понимаю? Ну да, голыми руками, но если мы, конечно, работаем в отделении, это всё происходит в перчатках, естественно, да. То есть это происходит всё в палате интенсивной терапии, где есть определённое оборудование, то есть это к человеку подключается монитор, мы непрерывно смотрим частоту сердечных сокращений, то есть мы смотрим все физиологические параметры, которые необходимы для жизни организма, скажем так. То есть все манипуляции, они все проходят под контроль. Ну, это облегчает вам работу, да? А если уже, ну даже вот просто, да, Владимир Сергеевич, ну давайте Владимир 35 лет вам по имени, если буду обращаться, если вы не против, да, идёт по улице, ну вот вымышленный, да, и вот человеку стало плохо, и мы понимаем, что это сердце, то... Ну, плохо может, в каком плане? Вот человек лежит без сознания, да? Человек без сознания. Кто-то говорит, что схватился за сердце, вот упал, вот он лежит. Да, если он находится без сознания, безусловно, нужно сначала определить, дышит человек или нет. Дышит или нет, определит частоту пульса, есть пульс или нет на сонной артерии. Если этого нет, то, конечно, уже необходимо переходить к реанимационным мероприятиям. То есть это не прямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких, вот. То есть это... Ну, то есть рот в рот, да, или как это называется? Рот в рот, рот в нос есть такая методика. Ну, не случалось такого, чтобы вот ни с того ни с сего никаких планов вообще на работу не было, и на тебе вот пришлось... Ну, на улице, к сожалению, точнее, к счастью, скорее всего, не случалось такого при мне, такого не видел, но были ситуации тогда, когда необходима была помощь не как реаниматолога, а как, скорее всего, врачи в общей практике, когда там, допустим, в поезде кто-то упал или ещё какие-то вещи, то есть руку-ногу сломал, то есть приходилось делать мобилизацию. Ну, здорово, потому что, знаете, нередко же мы слышим, там случился приступ в автобусе, в поезде, в самолёте, и на борту, к примеру, оказался врач. Вот такие случаи бывают, собственные персоны, специалист нам об этом говорит. А вот скажите, пандемия уже, честно говоря, кажется вечности. Она длится. Вы кардиоцентр, и он постоянно, да, перепрофилируется в ковидный госпиталь, потому что эта болезнь коварная, она даёт осложнение на то, что, собственно говоря, хронические какие-то заболевания. Насколько вам сложнее стало работать уже? Вот, ну, перевернулось всё с ног на ногу. Ну, я хотел бы сказать, что когда только началась пандемия в 2019 году, когда нас перепрофилировали, было достаточно сложно. Достаточно сложно. Почему? Потому что буквально за одни сутки могло поступить в центр и 40, и 50 человек. То есть реанимация с первых дней, она уже была переполнена. Мы все койки перепрофилировали, то есть много было коек доставлено в реанимацию. То есть если она была рассчитана на, грубо говоря, там 10-12 коек, то сейчас у нас 18 коек выделений, и они все постоянно заняты. Все постоянно заняты. В первое время, конечно, было тяжеловато. Почему? Потому что болезнь для нас новая. То есть определённых методов лечения тогда ещё не было таких, только симптоматические, что мы, собственно говоря, и как могли, так и лечили. То есть переводя пациентов на искусственную инфляцию лёгких. Сейчас, конечно, в дальнейшем, разработав, когда наше государство разработало протоколы лечения, определённые подходы к этим пациентам, ну и исходя из собственного опыта, я думаю, что стало немножко полегче. Полегче в плане каком, что пациенты даже с тяжёлым, с большим поражением лёгких, они выходили с отделения реанимации. И есть у нас много успешных таких случаев, с которыми мы общаемся до сих пор. До сих пор. Вот так вот. Но в любом случае, да, действительно, вы говорите, протоколы появились. И сегодня для вас количество пациентов в принципе роли не играет? Конечно, безусловно. То, что было в растерянности буквально в 2019 году, когда каждый пациент – это пропасть, да, какая-то определённая. А скажите, вот я на вас смотрю, характер-то какой у вас? Вы вот такой вот спокойный, может быть, слава богу, для врача, тем более анестезиолога, расчёт холодный, там всё остальное необходимо. Какой вы в работе? Пришёл вот утром, здрасте, общительный? Ну, конечно, общительный, добрый, наверное. То есть каждому пациенту нужно подходить индивидуально. Почему? Потому что у каждого пациента очень много своих хронических заболеваний, и каждому пациенту хочется высказаться, и каждого пациента нужно обязательно послушать. Для того, чтобы составить картину заболевания, собрать хороший анамнез, ну и определить определённые подходы и тактики лечения. То есть беседа с пациентом, да, это… Это очень важный момент. Это очень важно. Вы, я ещё раз подчёркиваю, фактурный такой крепкий парень, да, пугает или наоборот, вот когда человек вот, ну, таких вот размеров, скажем так, ну-ка, не навредит ли он там мне, или наоборот, как относится, как должен быть врач в глазах пациента, больше с ними разговаривает? Работаю уже 10 лет в реанимации, никто пока не пугался. Ну, то есть нормально, да, что зажёл такой человек, и сейчас что-то там будет делать. Вы знаете, мы записали вашего коллегу, вы говорите свои качества, называете добрый, разговор всё там по лобе, и к пациентам нужно относиться хорошо. А вот что о вас сказали, давайте послушаем, я думаю, вам будет интересно. Хочется, конечно, отметить его человеческие качества. Это, во-первых, очень целеустремлённый, он всегда совершенствует свои знания, стремится, по крайней мере, их совершенствовать, вот, много читает, вот. И, конечно, как человек, он очень коммуникабельный, он всегда доброжелательный в отношении коллег, в отношении больных пациентов, в общении с ними. Все эти качества присущи Владимиру Сергеевичу. Ну, и отлично, если честно, я-то уже это всё посмотрел, заранее сам лично, то правда есть правда. Вот, знаете, болеют люди, врачи тоже люди, об этом всегда нужно понимать, всем понимать. А также у них может и головная боль, и плохое настроение быть, а может человек и болеть. Были ли в вашей жизни какие-то такие ситуации, которые, вот, ну... Со здоровьем, в общем, не очень-то всё хорошо. Ну, в целом, со здоровьем-то всё было неплохо в течение всего этого времени. То есть, когда есть время, периодически тоже спортом занимаюсь. Вот, конечно, когда пошла волна пандемии, я тоже переболел. Повидной пневмонией, в лёгкой форме, всё хорошо закончилось. Вот, после этого получил два компонента прививки. Ну, и как бы сейчас, в принципе, чувствую себя. Ну, в общем, гость у нас крепкий, неболезненный. Да. Кроме каких-то там, может быть, ампендицитов, больше ничего и не было. Да, совершенно верно. Не дай бог, потому что нужны нам люди, которые преданные, во-первых, своей профессии, во-вторых, я вот сейчас смотрю сценарий, смотрите, одно дело отучиться. Сколько лет вы учитесь? Ну, я когда учился, мы учились 7 лет. Ну, 7 лет, в любом случае это много. Но у вас там ещё и миллион всяких курсов повышения квалификаций каких-то. Вот смотрите, что я там вижу, квалификации в Бритве, Бельгии, во Франции. Что это вам даёт, то есть, чтобы не стоять на месте, или технологии меняются, это тактики лечения? Ну, во-первых, когда мы уезжаем за рубеж и смотрим работу наших коллег, то есть, та же Литва, та же Франция, это всё Евросоюз, и есть определённые евростандарты. Во-первых, просто интересно посмотреть, как люди работают, и какие подходы к тем же нозологиям, которые у нас, какие подходы к лечению. То есть, первое, наверное, это получение колоссального опыта от европейских коллег. Ну, второе, это, конечно, внедрение новых каких-то технологий, новых подходов к лечению у нас в Казахстане. Ну, а также это участие в международных конференциях. То есть, когда выступают наши коллеги с колоссальным опытом, с очень хорошими докладами, это всё очень интересно, и всё увлекается в нашу практику. То есть, это не просто так отправились, съездили, это всё, опыт, и потом его передать, и потом это всё. На практике, скажите, вот оборудование, к примеру, ну, давайте Францию возьмём, да? С чем работают они, с чем работают мы? Я знаю, что наш, к примеру, кардиоцентр, он, в принципе, на хорошем счету, да и специалистов хвалит. А так вот, когда вот вживую посмотрели, есть куда стремиться? Касательно оборудования, я бы сказал, что наше оборудование ничем не уступает оборудованию европейских стран. Возможно, что не хватает кадрового потенциала, но в то же время наш кардиоцентр к этому очень сильно стремится и старается отправлять своих специалистов за рубеж. А, то есть, это обязательная практика? Да. По возможности? А вы знаете, вы уже о сердце знаете всё. Как вы сердце просматриваете? Вы его видели, что называется, на манекене, да, или как в школе, вы видели сердце? Вот мы иногда говорим, сердце чтимит от боли, от любви, или сердце любит. Что сердце для вас? Что это за? Ну, сердце, скорее всего, для меня это частичка души человека. Всё-таки? Всё-таки, конечно. Ну, конечно, это орган, который требует определённых манипуляций, когда он страдает, этот орган. Но если рассуждать философски, конечно, это часть души, которая пострадала в какой-то момент, и нужно её вылечить. Ага, вот честно, не ожидал я от врача такого ответа. То есть, сердце, вот то, что мы говорим, сердце любит, вон то сердце, которое бьётся, и которое иногда болеет, и его нужно лечить. Да, сердце не просто любит, сердце умеет не только любить, но умеет и страдать в определённый момент. А может быть, поэтому у вас работы мало и не становится, поэтому люди потом от этих страданий к вам приходят подшаманить, скажем так, сердце? Не случайно спросил, потому что постоянная рубрика у нас, есть вопросы в профиль, по вашему функционалу, ну, вы с кардиологией связаны напрямую. Вот я думал, думал, что же вас где подловить? Посмотрим, удастся ли. Если вы готовы ответить на мои вопросы, я готов. Да, пожалуйста. Поехали. Скажите мне, пожалуйста, какой размер сердца человека? Ну, если рассуждать, скажем так, в простонародье, то сердце примерно равно кулак взрослого человека. Если приложить ориентировочно. То есть, ваше сердце вот такое? Да. Моё сердце вот такое? Ну, если говорить о массе тела сердца, то она вот уже варьируется у женщины, у мужчины. Итак, какой размер сердца человека с кулак, а в сантиметрах, там, в этих, мы будем с вами предостаточно почитать? Ну, мы же говорим, то есть, у каждого человека сердце может быть разных размеров. То есть, если здоровый человек, оно размером с кулак. Если человек болен, то мы можем говорить, что сердце имеет тенденцию к расширению. То есть, оно может быть становиться в размерах больше, равен. То есть, когда есть... То есть, точно мы с вами в любом случае здесь не увидим. Ну, вот смотрите, как данные дают нам энциклопедия. Величина сердца примерно составляет величину кулака левой руки. Вы абсолютно были правы. Высота сердца человека 12,7 сантиметров. Ширина 7,5 сантиметров. Так и должно быть? Совершенно верно. И у мужчины сердце весит примерно 310 граммов, у женщины 240. Да, средний вес 250-300 граммов. Ну, вот не дать, не взять. Вот, пожалуйста, вам и стопроцентно вы попали в яблочко, а по-другому и быть не может. Вопрос второй. Какой вес сердца взрослого и новорожденного? Вес сердца взрослого человека от 250 примерно до 300 граммов. То есть, в зависимости от женщины это или мужчина. У женщины чуть поменьше, у мужчины чуть-чуть побольше. Новорожденного в среднем оно составляет от массы тела от 0,8 до 1 процента. И весит около 50-60 грамм. Я даже не буду зачитывать правильный ответ, потому что он абсолютно, вот, кто ровно так, как оно и есть. На самом деле, сколько литров крови перекачивает сердце человека за один час и за одни сутки? Ну, за час примерно перекачивает около 360-370 литров крови за сутки. Порядка 8,5 тысяч до 9 тысяч литров. В состоянии покоя, уважаемые зрители, сердце перекачивает 360 литров крови в час. 8 тысяч 640 литров за сутки. Абсолютно, вот, ну, не дать, не взять. Если вдруг когда-нибудь мы еще с вами здесь встретимся, будем готовить вопросы посложнее. Ваша супруга не врач, вот, специально выбирал? Да нет, как-то так получилось все по любви, то есть не выбирал ни из врачей, ни из кого, а просто встретил. Так сложилось, что поженились. И как сердцу-то не прикажешь, вы же говорите, сердце это живой организм, да, который умеет любить, страдать, частью души вы его назвали. Супруга ваша, юрист, в декрете ли, при деле ли? И сейчас она в декрете. Сейчас она со вторым ребенком, ребенку полтора года, она в декрете. У вас двое мальчиков? Двое мальчиков. А вот скажите, Владимир, уже задумывались, понятное дело, еще маленькие дети, да, абсолютно, судьбу вот свою бы, профессию, какую бы пожелали? Вот насмотрелись они сейчас уже на кардиохирургии? Ну, я изначально хотел быть врачом, как бы, поэтому я даже не рассматривал другие какие-то специальные. А детям старший уже, смотря на меня, он уже лет, наверное, с трех-четырех, он уже мечтает стать тоже доктором. Но, конечно, профиль пока еще ему сложно выбрать, хотя большей направленностью, наверное, стоматологии. Стоматологии, да? А что он, зубы кому-то чего-то смотрит? Кошки, собаки есть? Как стоматология проявляется? Кошки, собаки нет, просто когда ребенка водили, ну, неоднократно к детскому зубному врачу, и после этого ему это понравилось, и он уже тогда сделал для себя определенный выбор. Ну и хорошо. Дома какой вы? Если мы, естественно, там с вами в самом начале программы говорили, ну, вы прям себя хорошо расхвалили, благо, что коллега подтвердил, и отзывчивый, и улыбчивый, но ведь смены-то у вас тоже не выбирают, и ночные бывают, и дневные, и стресс, и вы сами на это пошли. И вот пришел вот Володя домой. Ну, я считаю, что с работы какой-то негатив домой нести нельзя определенно, причем, чтобы этого не видели дети, чтобы этого не видела супруга, то есть работа есть работа, а дома мы все должны быть по-домашнему, то есть это и отношение к детям, и отношение к супруге совершенно другое, нежели на работе. Ну, то есть не врач, не какой-то там, останьте, я устал, нет? Нет, нет, ну, благо супруге, что после тяжелых смен она всегда дает мне отдохнуть, поэтому и поспать, и отдохнуть, и... Не восстановиться, да? Но, тем не менее, восстановиться как-то нужно, и желательно. Охота, рыбалка ваша? Охота, рыбалка – это один из основных профилей, тогда, когда есть возможность выехать, то вот, несмотря на тяжелую работу, когда есть выходные, это увлечение уже с детства, наверное, которому приучили и дедушка, и отец, вот, одно из любимых направлений. А рыбу домой тащите или это поймал, выпустил? Рыбу, как правило, ну, немного. Немного? А, много, вовремя, да? Ну, когда ее много, ее в основном все раздаем. Все раздаем. У вас есть хобби, откуда вдруг коллекционирование монеты, даже вы говорите, что старинных? Ну, наверное, это еще тоже со школы, то есть, увлечение историей. Я всю жизнь увлекался историей, и когда уже в более старшем возрасте даже удалось ездить на реальные археологические раскопки, которые были на юге Казахстана. И с тех пор мне это очень сильно понравилось. Вот, ну, в основном, конечно, это монеты, какие-то предметы старинного обихода, то есть, старинный артефакт. А сейчас-то где взять, не ездить, идти в экспедиции? Ну, сейчас есть интернет, через который можно приобрести, в принципе, все, что угодно. А душу греют? Сердце успокаивают, я не знаю. Не просто душу греют, а когда ты берешь в руки какой-то старинный предмет, он тебе просто передает ту историю, ту эпоху, которую он прошел. Ты не просто можешь прочувствовать, а глядя даже на какой-то год выпуска, когда там монете 200-300 лет, ты понимаешь, какую историю прошел этот предмет. И какую историю вы держите в руках? Ну, уважаемые зрители, вы в самом начале увидели фрагмент представления нашего героя, мы там и сказали про то, что у вас есть еще одно хобби, я не знаю, это очень хорошее занятие, на самом деле, гитара. А здесь-то откуда? Тоже из школы? Тоже со школы. Учились в школе, с 9 класса была рок-группа, в которой я тоже принимал участие, играл на бас-гитаре. Ну, сейчас это просто как бы так, когда какие-то домашние вечера, либо это вечера возле костра, не более того. Талантливый вы музыкант, скажем так, очень, конечно, высокоисполнитель. Ну, я не могу сказать, талантливый я или нет, но судить, наверное, вам. Вот я хотел бы попросить сегодня, не исключаю, что что-то с сердцем вы сегодня нам от всего своего сердца исполните, к примеру, сердце тебе не хочется покоя или что-то в этом роде. Мы бы попросили вас, вот вам аплодисменты, просьбы от наших зрителей. Что выберем? Давайте споем спокойную песню группы ДТ, называется «Это все». Ну, вот, хорошее тоже произведение, тоже с великим смыслом, кстати. Пожалуйста. Побледневшие листья окна Зарастают прозрачной водой У воды нет ни смерти, ни дна Я прощаюсь с тобой Горь тепла после долгой зимы Донесем пять минут до утра Доживем наше море вины Поглощает время дыра Это все, что останется После меня Это все, что возьму я с собой С нами память сидит у стола А в руке ее пламя свечи Ты такой хорошей была Посмотри на меня, не молчи Крики-чайки на белой стене О кольцованной черной луной Нарисуй что-нибудь на окне И шепни на прощанье рекой Это все, что останется После меня Это все, что возьму я с собой Две мечты до печали стакан Мы воскреснув допили до дна Я не знаю, зачем тебе дан Правит мною дорога луна Ты не плачь, если сможешь, прости Жизнь не сахара, смерть нам не чай Мне свою дорогу нести До свидания, друг, и прощай Это все, что останется После меня Это все, что возьму я с собой Спасибо большое Вот вам аплодисменты от зрителей И вот этот показ слушал вас Известнейшее произведение Очень даже хорошую финальную точку Он у нас поставил Ну вот, в смысле, и сердечный делмастер В хорошем смысле слова Как по профессии основной Коллекционер, для которого держать монету Там, я не знаю, за 100-200 летней давности Это держать историю, да Рыбак, еще вот музыкант Много вы в себя, Владимир Сергеевич, обобрали И нам хочется пожелать, чтобы в дальнейшем И все это и развивалось, и развивалось, и развивалось Успехов И то призвание, которому вы служите, собственно говоря, сегодня Было все-таки на первом месте Еще раз напомню, Крокус Владимир Сергеевич Врач-реаниматолог, анестезиолог был сегодня у нас в эфире Вам спокойной ночи Спасибо И до свидания вам Увидимся в следующую субботу на телеканале Ирбис И тоже вам спокойной ночи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...